доброго времени суток смотрители вы смотрите обзор на коленке тут и буду кратко обозревать старые новые игры на консоли nintendo switch это мое мнение и мы начинаем сегодня на обзоре игра farm together эта игра вышла на платформу nintendo switch феврале 19 года в жанре инди симулятор язык интерфейса поддерживает русский возрастной рейтинг 7 плюс как часто вы играете в симуляторы фермы думаю хоть раз каждый из нас может и ненадолго но зависал в подобной игре будь то в браузере на мобильном устройстве или же в социальной сети сейчас речь пойдет не о фарм менеджере или старой доброй веселой фермы а довольно простой и интересной farm together многие характеризуют farm together как фермы 3d и в действительности так она и есть мы имеем мультяшную графику 3d мир вокруг себя и старый добрый симулятор фермы игра не удивит вас мега крутым геймплеем это простая по своему подобию и спокойная ферма где вы спокойно можете расслабиться после потных каток в той же доте радуги овервотчи или других игр вы можете быть уверены что игра потушит ваше негодование и отвлечет от злости на глупых тиммейтов а теперь давайте по порядку farm together как и в других симуляторах фермы наша основная задача сажать и собирать чтобы заработать больше денег и купить более улучшенные предметы однако на этом занятия на вашей ферме не заканчивается прежде всего вы создаете персонажа которого можете кастомизировать под себя по мере повышения вашего уровня вы получите все больше и больше одежды эмоций аксессуаров и причесок также вы можете выбрать и кастомизировать своего питомца и трактор на котором вы будете работать мелочи а приятно когда вы начинаете играть вам предлагают на выбор несколько местностей для вашей будущей фермы горные местности соответствует большое количество возвышенностей в прямом смысле этого слова можете стать царем горы водянистая местность подразумевает большое количество различных водоемов с которыми к сожалению нельзя взаимодействовать с самого начала вам расскажут основы игры вы начнете сажать свои первые плантации капусты или моркови и постепенно повышать уровень фермы кстати об уровне фермы вы получаете очки опыта фермы не только за то что сажаете фрукты овощи деревья но и за то что украшаете свою ферму различными декорациями заборчики дорожки здания статуи и многое другое все то время пока вы собираете урожай вы будете получать опыт персонажа и сможете одевать новую одежду которую я упомянул ранее фарм туге за время идет даже когда вы не играете в нее то есть как и в других симуляторах фермы вы сажаете урожай и собираете его через определенное время время сбора урожая кстати можно уменьшить если его полить но и это еще не все все что вы можете посадить у себя на ферме вы можете сажать и собирать только в определенные сезоны посадки они отображаются в правом верхнем углу экрана и меняются каждые 17 минут реального времени эта особенность придает реализму в игру а в наше время этого очень не хватает вам слишком лень собирать огромные просторы урожая а друзья не хотят помогать для этого фарм туге это предоставляет вам возможность нанять работника который будет поливать и собирать урожай или кормить животных в определенном участке то есть квадрате все что нужно это нанять работника за медальки и поставить посреди поле которого вы хотите помимо всего прочего в игре присутствует игра по сети нет вы не будете драться с соседями по ферме баклажанами и выяснять у кого больше фарм туге за поддерживает атмосферу дружеской помощи и поддержки к вам на ферму может зайти ваш друг и помочь собрать урожай или что-нибудь посадить или же вовсе заняться постройкой заборов для вашего огорода никакой агрессии и порчи имущества если вы поставили другу полное разрешение на вашу ферму то он волен делать все что угодно плакали ваши помидоры если он задумал что-то плохое музыкальное сопровождение в игре не навязчиво тут особо и добавить ничего у каждого свой вкус но даже и в такой ламповой игре найдутся и свои минусы начнем самого простого питомца существует просто для украшения и с ними никак нельзя взаимодействовать они просто бегают за вами все то время пока вы занимаетесь делами и иногда подают голос также несмотря на то что это симулятор фермы дней очень мало взаимодействий вы можете просто посидеть на стуле или поспать на кровати и в принципе все нельзя взаимодействовать с тем же самым душем или стиральной машиной в доме они просто стоят для украшения было бы здорово если бы взаимодействие подобных приготовить еду на плите и сыграть на пианино стало больше помимо этого неплохо было бы разбавить игру по сети добавив больше интерактива например можно было бы сделать ярмарку на которой гости вашей фермы могли бы купить ваш урожай или чем-то обменяться либо задание для нескольких игроков за определенную награду в целом фарм цугеза достойна того чтобы хоть раз не сыграть хоть и жанр уже изъел себя достаточно давно эта игра может затянуть вас отвлечет сложных игр погрузивую атмосферу фермерского спокойствия игра отлично подойдет для игроков предпочитающих умиротворенные игры для тех кто любит спокойствие и покой игра неплохая но звезд неба не хватает моя оценка 6 мариуиза 20 мариуиза 20 На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Увидимся в следующем видео.